Здравствуйте! Вы смотрите программу Дело раскрыто. С вами Юлия Руднева. О последствиях автоподстав и судьбе горе-бизнесменов мы расскажем в этом выпуске. По данным Банка России, спрос на КАСКО в 2023 году увеличился. У каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль также был застрахован по КАСКО. Годом ранее соотношение количества добровольных полисов к обязательным было 1 к 8. Как показывает статистика, добровольное страхование пользуется все большей популярностью. Однако не все оформляют дорогостоящую страховку, чтобы получить выплаты при необходимости. Группы автоподставщиков в Ульяновской области не так много, однако ущерб они наносят существенный. Например, в 2018 году осудили мошенников, которые заработали более 3,5 миллионов рублей в течение двух лет. Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками полиции на основании информации, полученной от страховой компании о факте ДТП, которые якобы имели место на территории Димитровграда. В организованной преступной группе состояло более 10 человек от 25 до 50 лет. Это организаторы, а также их друзья и родители. Все они получили обвинительные приговоры в зависимости от роли в преступной группе. От условного наказания до реального лишения свободы сроком на 6 лет и 2 месяца. Под стражу осужденных взяли прямо в зале суда. Еще один обвинительный приговор автоподставщикам вынесли 22 марта 2024 года в Заволжском районном суде Ульяновска. Всего преступной группой с октября 2019 года получены незаконные страховые выплаты, но сумму более 11 миллионов рублей. Собранные Ульяновским управлением Следственного комитета доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении членов преступного сообщества. 21 осужденные на территории Заволжского района города Ульяновска инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Они приобретали автомашины и иномарки и в безлюдных местах совершали с ними ДТП. Ложные документы после этого направляли в страховую компанию и в госавтоинспекцию. В преступной группе состояли и сотрудники ДПС, одному из которых назначено наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Остальным участникам в виде лишения свободы на сроки от 3 до 10 лет со штрафами. Кроме того, суд определил взыскать с осужденных весь причиненный ими ущерб. Однако, несмотря на большие штрафы и сроки лишения свободы, любители нелегально заработать на поломках авто продолжают задерживать. Так, в начале марта 2024 года полицейские задержали 8 жителей Ульяновска, которые подозреваются в мошенничестве. Предварительно установлено, что трое ульяновцев привлекли к противоправной деятельности своих родственников, знакомых и друзей. Они покупали редкие иномарки и поддержанные отечественные автомобили. Совершали с их помощью дорожно-транспортные происшествия, фиксировали их и направляли документы в страховые компании для возмещения ущерба. После получения выплат находили станции технического обслуживания, где производили ремонт транспорта с минимальными затратами. Ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 3 миллиона рублей. В результате спланированной операции полицейские при поддержке Росгвардии задержали всех участников криминальной схемы. Следователи изъяли 7 автомобилей, на которых совершали подстроенные аварии. Следственными органами полиции предъявлено обвинение злоумышленникам. В преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 прим 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Троим обвиняемым избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Поскольку подстроить дорожное происшествие в одиночку практически невозможно, работают автоподставщики, как правило, группами не менее 10 человек, в которых четко распределены роли. Чаще всего есть организаторы, да, как я уже говорил, которые привлекают своих друзей и знакомых в свою преступную схему, и которые выступают в лице подставных водителей, подставных пешеходов, а также лиц, которые по факту не участвуют в ДТП. При этом на них происходит по оформлению европротокола и всех бумаг для дальнейшего получения страховой выплаты. Если одно лицо несколько раз обращается в страховую компанию, соответственно, у сотрудников службы безопасности страховой компании это вызывает определенные сомнения. Они начинают более кропотливо проводить проверку по данному факту, и, возможно, в данном случае им будет выявлен факт мошенничества. Поэтому, как по цепочке привлекаются новые и новые члены, которые входят в организованные группы, таким же образом они устанавливаются. Чаще всего злоумышленники приобретают автомобили премиум-класса, ремонт которых обходится дорого. Цель у преступников всегда одна – нелегально обогатиться за счет страховой. А вот методы они могут использовать различные. Либо это искусственно созданное ДТП на проезжей части, либо это даже есть такие схемы, когда привлекается пешеход, то есть также подставное лицо, которое искусственным образом создает аварийную ситуацию, в ходе которой механические повреждения получают автомобили. Чаще всего мошенники выбирают местом инсценировки ДТП места, где достаточно интенсивное движение и узкие улочки. То есть, грубо говоря, если брать проспект Ленинского комсомола в Новом городе, там подобных случаев по факту не происходит. Поэтому у нас чаще всего инсценировка ДТП происходит в Ленинском районе. Также мошенники предпочитают безлюдные места – промзоны, гаражные, кооперативы и другие, где нет фото и видеофиксации. Иногда происшествия и вовсе отсутствуют. Мошенники оформляют повреждения с другого автомобиля того же цвета и марки через Европротокол. Наказание за подобное преступление в действующем законодательстве предусмотрено суровое. Если данные лица будут признаны виновными в суде и при вынесении обвинительного приговора, им грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет и со штрафом до миллиона рублей. Поскольку автоподставщики наносят ущерб страховым компаниям, сотрудники организации с осторожностью относятся к потенциальным клиентам. Существуют группы риска. К сожалению, в них попадают не только потенциальные мошенники. Учитывая то, что данный человек, если мы говорим конкретно собственных транспортных средств, находится в некой зоне риска. То есть он неоднократно попадал в дороже-транспортное происшествие на других автомобилях. У него маленький стаж, к примеру. Но в основном основное направление – это многочисленность ДТП у данного человека. Вот в этой ситуации страховщики всячески пытаются найти какие-то уловки, чтобы не страховать данное транспортное средство. Существует и категория машин, на которые трудно оформить страховку. Есть ряд автомобилей, которые находятся в некой зоне риска у страховых организаций, у службы безопасности страховых организаций. Но если взять просто какой-то отдаленный пример, например, автомобили какого-то японской сборки, либо японского производства, французской сборки, например. То есть там, где есть большой риск того, что данное транспортное средство попадет в дороже транспортное происшествие, а сумма восстановить ремонт, она будет максимальная. То есть максимально к лимиту страховой ответственности – 400 тысяч рублей. То есть бывают случаи, когда, например, визуально автомобиль может быть цел в следствии ДТП, но, например, одна фара данного транспортного средства будет стоить порядка 300 тысяч рублей. Но, несмотря на это, страхование в России является обязательным. С точки зрения закона, страховщик в рамках ОСАГО не имеет права отказать, скажем так, по каким-то надуманным предлогам. В том числе у нас в законодательстве предусмотрена ответственность, это статья 15.34.1. И, соответственно, в том случае, если страховщик по каким-либо надуманным предлогам, либо вообще без основания отказывает в заключении договора ОСАГО, существует ответственность, предусмотренная данной нормой, на должностных лиц, насколько я помню, от 20 до 50 тысяч рублей, и на юрлиц в районе 300 тысяч рублей штрафа. В этом случае отказ необходимо обжаловать в суде. Как утверждает Анатолий Аттин, в случае обращения в суд вопросы страхования решаются сразу после подачи иска, если с документами все в порядке. Сложнее бывает оформить добровольное страхование. Здесь отказ всегда законный, если одна из сторон не согласна с условиями договора. Споры часто возникают и при получении выплат. Попал в ДТП, там, с трамвая, ну, предположим, вот, и у меня повредился капот, решетка радиатора и бампер. Страховая компания проводит свою экспертизу по фотографиям, по автомобилю, возможно, опрашивает участников дорожных транспортных происшествий. И эксперт страховой компании приходит к выводу, что с учетом пояснения водителя, вот те повреждения, которые он заявляет, они не могли образоваться одномоментно в результате данной ТП. Возможно, был бампер, к примеру. Но так как водитель говорит, что все повреждения образовались в результате данной ТП, страховщик вынужден отказать возмещение страховой выплаты. Клиенты, которые не согласны с заключением страховой, могут обратиться в службу финансовой уполномоченной. Там проводят собственную экспертизу. Если заключение службы будет в пользу клиента, то страховая будет обязана сделать выплату. Если же выводы будут в пользу организации, тогда иск может быть подан клиенту от страховой. Также сотрудники компании могут написать и заявление в правоохранительные органы. Но есть и организации, которые просто не хотят платить, поэтому пытаются надавить на клиентов еще на этапе подачи заявления о выплате. Есть некоторые страховые компании, которые манипулируют своим правом на подачу заявлений в правоохранительные органы. И бывают случаи, когда происходит ДТП, например, с вредом здоровью. То есть очевидно, что это, скажем так, настоящее ДТП, то есть все повреждения возникли в результате данного события. Но страховая компания все равно подает на человека в суд, извиняюсь, в органы полиции, с целью, чтобы, возможно, как-то переубедить человека, чтобы он забрал заявление в страховую компанию. Однако чаще всего заявления из страховых в правоохранительные органы поступают на основании подозрительных ДТП. К сожалению, желающих получить легкие деньги в регионе хватает. Так любители подзаработать на поломках авто получают суровое наказание вместо легких денег. Будем надеяться, что со временем таких случаев станет только меньше. На этом у меня все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok